Историй, когда я, ну то есть, как мне говорят мои друзья, я очень часто притягиваю различные... Нельзя назвать это неприятностями, но притягиваю очень странных людей к себе. То есть, если я стою в толпе, и в ней есть странный человек со странным мышлением, отлично, то обязательно найдет меня и каким-то образом попытается со мной взаимодействовать. Была такая забавная история несколько лет назад, когда я, проснувшись утром, солнце за окном, отличное настроение, я одеваю какие-то белые джинсы, там, белую кофту какую-то. Думаю, пойду, просто погуляю, у меня есть свободный день, выходной. Подключу телефон и как бы все, приготовился. Называется «От судьбы не уйдешь» называется история. И я спускаюсь во двор, там, время 12 часов дня, и обычно в это время на скамейке сидят бабушки, которые там судачат о чем-то, да, обсуждают. Ну и какое-то движение должно происходить во дворе, но именно в этот день почему-то двор был пуст. И я как просто одинокий голубь на карнизе за окном стою в этом дворе и не понимаю, почему я один. Через буквально мгновение я слышу какой-то ор, то есть я начинаю оглядываться и искать, что происходит, и вижу, что маленькая точка издалека приближается, движется в мою сторону и что-то кричит. Я понимаю, что это человек, который бежит. Через еще мгновение я понимаю, что этому человеку нужна помощь. Еще через мгновение я вижу, что это женщина огромных размеров в халате. По мере приближения я понимаю, что халат грязный, он в чем-то испачкан. И еще через мгновение этот человек висит на мне, просто повиснув, кричит «помогите, спасите, пожалуйста». Я пытаюсь успокоить ее, спросить в чем дело, чем я могу помочь. Она мне объясняет, что за ней якобы гонится муж с топором, такая типичная бытовая русская история. Я пытаюсь ее успокоить и говорю, что давайте я помогу вам, может быть провожу вас до дома. При этом весь мой белый парикид уже далеко не белый. Настроение слегка упало. И значит, в этот момент почему-то во дворе появляются люди. То есть какое-то начинается движение, все вокруг смеются, улыбаются, потому что явно не соответствует меня, такого молодого худенького парня, огромной женщины, которая на мне в буквальном смысле слова висит, потому что она еще слегка не трезва, скажем так. Ну, тем не менее, все мои люди, человек, ей надо помогать. И значит, я через парк довожу ее до дома. И в тот момент, когда нужно повернуть к дому, она меня останавливает и говорит, ну, подожди, ну, подожди, ну, мы же в магазин-то зайдем хотя бы. Я говорю, так, подождите, в смысле, какой магазин, вот же ваш дом. Она выдает фразу, которую я точно не забуду никогда. А что, ты женщину спас, а похмелить не хочешь, что ли? Мне было, да, это было действительно забавно. Я хотел просто вмиг поделиться со всеми. Жалко, тогда не было селфи и чего-то еще, я не смог сфотографироваться, потому что, ну, по крайней мере, в моей памяти этот момент отпечатался. Он был очень смешной. Наверное, даже из него можно сделать какие-то выводы. А какие вы узнаете в следующей части нашего разговора? Я не знаю, какие выводы. Блин, слушай, надо мне реально прям...